Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Юбилейная 10 серия у нас получается, если считать все стримы, которые у нас по, так сказать, гринду были проведены. И мы продолжаем. В прошлой серии, друзья, было голосование о том, какой у нас дальнейший путь развития. И вы, друзья, выбрали поставить нам лошадок. Собственно, этим мы сегодня и займемся, а также у нас уборка поля нашего и, может быть, какие-нибудь контрактики. В общем-то, поехали! В общем-то, лошадок я решил ставить на 36-е поле. Поставим туда два загона и предварительно надо это поле засеять травкой. Вообще, предварительно, конечно, надо его купить. Покупаем его 386 тысяч. У нас новый участочек. Нужно его обработать полностью и засеять травкой. Оно у нас требует вспашку и требует известь, наверное, да? И известь требует, в общем-то, по полной надо его обрабатывать. Благо, оно очень маленькое и это все пройдет довольно-таки быстро. Начнем, конечно же, со вспашки в Альтра. Настало твое время. Вот оно. Это самое 36-е поле. Кстати, вон что-то растет. Подсолнухи растут. Но они нам не нужны, поэтому мы их просто перепашем нахрен, да и все. Тут, в общем-то, будет простенький маршрутик. Давайте по кругу его два раза пустим, чтобы он там с деревьями не сталкивался. Разумеется, с разворотом. Только надо было это дело как-то на поле генерировать. Я слошарил. Такое бывает. Ну-ка, давай-ка вот отсюда мы это проведем. Во. Само то. Что у нас тут? Красота. Поэтому давай, друг, со стартовой точки. Он вроде довольно быстро это все должен сделать. Да, погнал. Плюс, друзья, это поле надо посыпать известью и удобрить дважды. Поэтому можно это делать параллельно со вспашкой. Удобрение, друзья, мы оставляем, конечно же, на базе. Потому что нам надо сначала известью посыпать. Заполняем это все дело известью. Конечно же, основная проблема в том, что хоть это поле у нас и капец какое маленькое, извести все равно не хватит. Она очень много расходуется. Поэтому надо записать сначала маршрутик будет на пополнение извести с этого поля. И, в принципе, давайте запишем. Вот отсюда у нас есть замечательный выезд. Отсюда и начинаем запись этого самого маршрута. Погнали. Разумеется, раз уж мы здесь, то надо заполнить полностью известью наш бункер. Поэтому покупаем известь сразу же. На разгрузку я не записывал маршруты, потому что они, ну, скажем так, нахрен не надо. Нам один раз засеять и удобрить поле. Так что это временное, в общем-то, решение. Останавливаем запись и сохраняем. Он у нас временный, поэтому я вообще не буду париться с названием для этого маршрута. Мы его сегодня же и сотрем. Сбрасываем и выезжаем на середину поля для того, чтобы сгенерировать новый. То же самое. Две поворотных полосы и поставим с разворотом, чтобы он вообще все идеальненько сделал. Чтобы все было крутота-крутотенюшно. Да, генерируем его и, разумеется, добавляем тот, который мы сейчас только что записали. И со стартовой точки запускаем этого. Так, у нас тут низкий уровень топлива. Но ничего, хватит тебе. А между тем, для удобрения у нас есть два прекрасных взяла. Поэтому давайте воспользуемся им и сразу же поставим и удобрять это поле. Тут вон 4-5 ящиков есть. 4 с копейками. Этого по горло вообще должно хватить на удобрение этого поля аж дважды. Ну что, этому товарищу тоже тогда генерируем маршрутик. Абсолютно точно так же, как и для посыпалки извести, что ли, посыпалки, е-мое. И тоже с разворотом, чтобы все было четенько. Ну и, разумеется, запускаем его со стартовой точки. Ну и, конечно же, они столкнулись. Ну вот, как так-то, ребята? Так, все пошло не по плану. Да, я знал, что такое может случиться. Я знаю, на какие риски я шел. Но не думал, что это будет в первом же повороте. Ну, е-мое, ну, ребята. А, он еще первую проходку только делает. А, все, короче, сломалось. Эх. Они так нифигово зацепились, я вам скажу. Да, надо сложить просто вот эту штуку. И вот этот сможет выехать, да? Да. Ладно, не хотят они по-человечески. Значит, будут работать по очереди. Ладно, отгоняем тогда их с поля. Будут реально работать по очереди. Раз они не могут все втроем уместиться, я... Мне проще подождать, чем... Чем их постоянно дергать и поправлять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, друзья, тем временем у нас закончилась пахота. И солнце уже взошло, скажем так, высоко. Давайте поставим удобрять наше поле. Вроде должно быть все у человека хорошо. Он это быстро сделает и... да. А пока у нас поле удобряется, мы съездим, отвезем плуг обратно и пригоним сюда сеялку. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати говоря, поле уже было один раз удобрено. И если мы вот так вот сделаем, то мы видим, что оно удобряется сейчас второй раз. И это ли не прекрасно? Не надо будет второй раз это делать. А он, кстати, едет уже по второму кругу. И ему еще примерно минут пять осталось. Поэтому ждем. Ну, что ж, вот и закончился процесс удобрения. Давайте пока его тут оставим и поставим известь. Разумеется, известь можно еще раз даже со стартовой точки. Пускай едет, работает. Он немножко проедет, сделает круги и тогда мы поставим работать сейлку. А этого пацана поехали отвезем на базу. Раз уж нам удобрять второй раз уже не надо будет, то он, в общем-то, свою работу сделал. Тем временем у нас закончилась посыпка известью. И это прекрасно. Все у нас теперь поле полностью готово к посеву. И давайте, наверное, так и сделаем. В смысле, поставим его сеять. Для этого у нас есть замечательная оранжевая вальтра. Я думаю, вот этого бака семян, которое здесь есть, должно хватить. Потому что на наше седьмое поле уходит один бак. Я, правда, не знаю, какой расход семян у травы, но у травы вроде не сильно большой должен быть. В общем-то, генерируем маршрут. Без проблем он генерируется. На всякий случай добавим на пополнение. Нам всего лишь одну кнопочку надо нажать. И со стартовой точки давай, дружище, работай. А мы поехали поставим обратно нашего Джонни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, друзья, я, короче, лошара. И у меня прервалась запись в самый неподходящий момент. Но ладно, в общем-то, объясню, что я пока сделал. У нас идет уборка поля овса. Потому что этот овес мы будем давать нашим лошадкам. Лошадки у нас, кстати, уже появились. Смотрите, друзья. 36-ое поле у нас засеяно травой. Соответственно, я поставил сюда два вот таких вот загона. Они в описании написано, что вмещают 25 лошадок. Но вмещают на самом деле только 16. Я не знаю почему. И, в общем-то, лошадок я сюда закупил. Ну, плюс я тут немножко поиграл со староформингом. Сделал вот такие вот дорожки, чтобы оно более-менее симпатично выглядело. Справа у нас вон там стоит еще и сушка для травы. Сюда мы привозим травку. Я так понимаю, вот сюда вот мы ее выгружаем. Она сюда засасывается. И с другой стороны на выходе у нас будет сено. Вместимость, кстати, я пока даже не знаю сколько. Но не суть важно. Траву косить уже будем в следующий раз. Потому что она еще не выросла. Соответственно, что еще у нас насчет лошадок? Ну, сюда мы привозим жрачку, солому и воду. Но, друзья, у меня, короче, стоит такой мод. Называется Animal Keeper. Я, честно говоря, даже не знал, что он у меня стоит. Но, оказывается, он у меня есть. Он, в общем-то, чистит за всеми животными. 30 евриков берет за одну живелину. Он пополняет воду всем животным. Тоже 30 евриков за каждую живелину он берет за такое. И соломку. Соломку он тоже сам сюда подвозит, что называется. В общем-то, ухаживает за нашими животными. Нам только жрачку им нужно привозить. Чем мы сейчас и занимаемся. То есть сбор овца у нас идет. Здесь пока что земля некрасиво выглядит. Но скоро здесь будет трава. Так что все нормально. Вот, сейчас мы ждем, пока сюда приедет. У нас как раз вот полполе где-то убралось. И это один прицепчик. Ну да, примерно полполе. Хватит его сюда, не хватит. В общем-то, сейчас будем разбираться. Ждем, пока сюда приедет наша Вальтра. И в общем-то, я сказал нашему парню, чтобы он здесь остановился. Там дама сидит или парень? Там дама сидит только с короткой стрижкой. В общем-то, прерываем здесь вот мы маршрут. И едем высыпать в первый загон прицеп овца. Как раз полполя где-то не получилось. Посмотрим, сколько им всего нужно. Да, этот прицеп тоже сюда не годится. Я понял. Все, я понял. Успокойся, пожалуйста. Слишком он высоко поднимается. Ничего страшного. Давай еще дальше разгружайся. Мы это уже проходили. Все, высыпалось. Давайте в меню посмотрим, сколько это половина загона. Одно поле, вот это, седьмое, у нас будет забивать загон. А, как-то это очень сильно, очень мало. Благо, вроде как, вот это и всего заполнения хватает на 6 дней. Поэтому, в принципе, мы будем справляться. Ну и тогда седьмое поле у нас уходит просто на корм лошадкам. Пока что. А вот это уже беда. Ну вот как так-то? Тихо, успокойтесь. Ладно. А второй загон мы будем высыпать маленькими порциями, чтобы такой фигни не было. Потому что, ну, ну ее нафиг, в общем-то. В общем-то, пускай продолжают работу. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу уборочка. Давайте-ка вызовем транспорт, чтобы он разгрузил комбайн. Где он там? Вон он едет. Во, шикарно. Разгружается. Сейчас мы отправим его, разумеется, на разгрузку. Отлично. Давай, друг, поехал. А тебе мы, конечно же, прерываем тогда маршрут. И поехали поставим его в гараж. Вот так вот. И пусть стоит. Мы тем временем перемещаемся в нашу Вальтру. В принципе, можно ее с маршрута уже снимать. И поедем это все разгрузим во второй загон лошадей. Только на этот раз будем делать все поступательно. Вот так вот. Смотрим, что у нас по лошадкам. В общем-то, в первом загоне не хватает еще сена. Но без него они смогут жить. Во втором 22 куба, чуть поменьше. И тут пока они голодали, на 2% у них хп-шка что ли, в общем-то, упала. У верхних вроде как восстановилось. Хорошо. Есть, в общем-то, у меня небольшая идейка. Взять сейчас контрактик на тюкование. И с него же останется сено. И это сено, в общем-то, можно будет закинуть нашим лошадкам. Единственное, что придется купить его в кредит. Потому что у нас нету ни хрена сейчас нужного оборудования. Он еще на 15-м поле есть. Тоже, кстати, сено будет. Его можно просто принять. Вообще, я подумал о том, что нужно покупать себе свою косилку. Но сено-ворошилки там пока нету. Созреет наша трава, тогда купим. Пока не будем. Прибываем на 14-е поле. Паркуем технику, что привезли сюда. Надо будет потом все равно еще раз в магазин ехать, конечно, за всем этим делом. Но пока что привезли столько, сколько смогли. Ну и просто здесь вперед-назад. Там есть где развернуться без проблем. Генерируем маршрут на покос. Это у нас будет поле номер 14. 8,4 метра надо поставить. Потому что задняя косилка именно столько. Сгенерировать. Вот так вот. И со стартовой точки. Ну и все. Они погнали работать. Блин, долго, конечно, но никуда не денешься. А мы пока возвращаемся к нашей технике. Давайте-ка отгоним вот этого пацана на место. И нам нужно опять засеять овсом наше поле. Кстати, вот здесь, по-моему, надо сделать какой-нибудь выезд. Я думаю, надо это сделать прямо сейчас. Потому что как-то некрасиво. Так, вот так вот давайте-ка пройдемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот художественный беспорядок мы тут навели. В общем-то, должно смотреться норм. Мне нравится. В общем-то, погнали. Отвезем трактор на место и будем заниматься нашим полем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, друзья, совсем забыл про то, что нам надо было собрать солому. Поэтому мы сгенерируем маршрут на поле номер 7. Давай по кругу 3 полосы. У него 10 метров захват будет. Он, в общем-то, в два раза быстрее, чем если он за комбайном поедет. Потому что комбайн 5 метров. Единственное, что, конечно же, сглаживать. Потому что он не может задним ходом нормально ездить. Во! Вот так вот со стартовой точки. И да, кстати, надо добавить. Вот этот мы удаляем, то, что сегодня записали. Он нам не нужен. Поле 22 овощи. А пускай будет пока. Солома прот нам надо добавить. Во! Вот так вот. И со стартовой точки давай, дружище, собирай нам соломку и вози ее продавай. Копейка лишней не будет. Вот видите, он сразу два ряда. Нормально. Мне это нравится. И так, друзья, у нас на часах уже почти 5 часов вечера. Тут немножко взошла трава. Я тут так занимался гриндом. Там, в общем-то, привез 4 тюка, которые остались лишние после контракта. Там, на самом деле, больше осталось. Но я забыл про то, что нам их надо сюда привезти. И поэтому продал. Но ничего, еще осталось у нас 15-е поле, которое тоже надо убрать. И там тоже, я думаю, тюки останутся. Если я, правда, опять-таки про них не забуду. Давайте, в общем-то, вот эти как-нибудь выгрузим. Я думаю, вот так вот оно, типа, выгрузилось. И мы их можем поднять, да? Отлично. Опс. Один выгрузили. Давайте сразу посмотрим, что это нам дало. А это почти ничего. Надо их, короче, дохрена здесь. Ну, на один день по 2 тюка хватит, мне кажется. Плюс, опять-таки, я уже говорил, привезу потом еще. Все, вот так вот. Теперь по 8000 есть в обоих загонах. Теперь наши лошадки будут сытыми. И, в общем-то, завтра уже посмотрим. Должен увеличиться вот этот показатель ухоженности, что ли, дрессировки. Не знаю, как он называется правильно здесь. В общем-то, будем ждать, пока здесь будет соточка, и ценник мне будет 50 тысяч за штуку. Кстати говоря, друзья, я взял контракт на третье поле, которое засеяно свеклой. Стоит он 220 косарей на минуточку. Я не смог отказать себе в таком удовольствии. Правда, выполняться он будет, ну, он уже часа 2 ездит где-то, а то и больше. И еще 5 часов осталось, плюс еще остановки в эти 5 часов входят. Плюс развороты, наверное, длинные будут. Короче, он до утра будет эту сраную свеклу убирать. Но ничего страшного, в общем-то, они тут вполне спокойно ездят. Ну, тупят так, периодически, очень редко. А так, вроде, у него получается. Я поставил сюда 20 поворотных полос. Сначала хотел 50, но потом решил, что 20 хватит. И вроде как норм. И да, кстати, поставил, чтобы наш товарищ грузовик, после каждой разгрузки, ездил разгружаться. То есть, сейчас у него там в кузове сколько? Ни хрена не видно на этой траве. 50 тысяч литров. И вот после каждой разгрузки столько же, и он сразу же едет разгружаться, приезжая сюда пустой. В общем-то, друзья, обзавелись мы лошадками. И это, как по мне, довольно прикольно. Они нам должны будут принести кучу денег. Правда, это будет не завтра и не послезавтра. Но когда-нибудь добудет. И там реально должен быть такой норм доход с них. Тем более, что, в принципе, немного чего они просят. Травка здесь уже вот почти, точнее не почти, она уже взошла. В общем-то, можно будет ее косить. Но подождем, пока она подрастет. Плюс за это время, друзья, наше поле я тоже засеял. Тут у нас опять, разумеется, овес. Логично, он тоже пойдет на корм нашим новым лошадкам. Может быть, даже это будет на стриме. Посмотрим, как там по времени получится. Может, за кадром. Короче, здесь тоже все удобрено, все хорошо. Ну и дальше за кадром я уже привезу, в общем-то, сюда еще тюков сена, которые с 15-го поля останутся. У нас там тоже контракт висит. Я, в общем-то, буду им заниматься. В общем-то, друзья, какой у нас дальнейший план? В воскресенье вечером, скорее всего, будет очередной стремец на поболтушечки. Так что приходите, поболтаем обо всяком. Ну и будем заниматься таким вот гриндом, чисто контрактами. А следующей серии уже, я, честно говоря, даже не знаю, что будет. С одной стороны, нам нужно покупать хранилище. Без него как-то очень плохо, а стоит оно на минуточку почти лям. Да, 995 тысяч. Не помешало бы нам купить еще и администрацию когда-нибудь. Еще 500 тысяч оно стоит. Она не сильно нужна, конечно, без нее тоже, но хочется просто, чтобы вот, типа, это наш участок был и все. Что дальше будем делать, я пока не знаю. То ли будем развиваться в биогаз и в заводы, то ли надо взять еще одно поле. Это, конечно же, восьмое будет. Следующее, 827 тысяч оно будет стоить. Потому что, опять-таки, есть сепаратор, можно, в общем-то, на этом делать деньги. Ну и контрактики, контрактики и контрактики. Я, в общем-то, сколько у меня свободного времени будет, буду сейчас ими заниматься. Плюс на стриме что-нибудь поделаем. В общем-то, я думаю, в следующей серии денег у нас должно будет быть норм. Лошадки, в общем-то, вам передают привет. Привет! Офигеть, я сейчас в наушнике услышал, как заводился грузовик. Я не знаю, почему я это слышал. Что-то здесь около базы так неплохо начинает фпс проседать из-за этой гребаной администрации. Я думаю, что это из-за администрации. Ну ладно. Вот это, кстати, сено, которое мы им высыпали, а овес где хрен его знает. Водичка здесь, типа, из-под крана. Что, нормально. Чистая, кстати, нормально. Вот такой вот загончик, в принципе, не знаю, мне не нравится. Внешне, хотя в меню написано, что тут 25 лошадок, может быть, больше 16 я сюда купить не смог. Может, надо мод какой-то ставить, чтобы можно было сюда их 25 штук пихнуть. Хрен его знает. Да, кстати, появилась у нас сушка и сколько сюда? Сюда всего лишь 100 тысяч литров травы влазит. Но я думаю, 100 тысяч литров травы, это как раз-то лужайка и получится, не больше. Посмотрим. Если что, эту траву можно и на земле хранить, потом сюда засыпать. Без разницы. В общем-то, как-то так, друзья. На этом я буду заканчивать. Не пожалейте, конечно же, лосика, потому что на минуточку эта серия записывается уже 11 часов подряд. Мы начали в 6 утра, и я время не мотал, и уже 5 вечера. 11 часов, да. Я же говорил, что я псих. Ладно, я такого не говорил. Но все равно, в общем-то, я буду вам признателен за лайк, комментарий. Если не подписаны на канал, то, разумеется, подписывайте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать стримы, следующие серии. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы стримы, кстати, не пропускать, что YouTube иногда тупит, а там можно нажать на уведомления, и тогда вы будете заранее знать о том, что будет стрим. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. С вами был Никита Дилей. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова